Безопасность на дорогах, профилактические операции в будни сотрудников госавтоинспекции. В эфире городского телеканала программа Дорожный патруль 76. Здравствуйте. Надзор глазами детей. Акцию под таким названием в Переславле провели сотрудники госавтоинспекции с воспитанниками одного из детских садов. Доскалята вместе с инспекторами осмотрели состояние пешеходных переходов, выявили недостатки и даже составили акт, который затем будет передан в местную администрацию для принятия мер. Плохая различимость разметки, неправильное положение знака, загрязнение покрытия перехода. Эти и другие замечания дети вносили в специальный акт. Его подготовили сотрудники госавтоинспекции специально для воспитанников детского сада, чтобы те на практике посмотрели все недостатки пешеходных переходов. Сначала мы ставим первый недостаток. Плохая различимость разметки, да? И что еще есть здесь на пешеходном переходе? Яма. Выбоина, да? То есть у нас еще здесь выбоина. Ставим галочку. Сейчас на дыре весна. Погода становится благоприятной для прогулок, а количество пешеходов естественным образом увеличивается, в том числе детей, которые все большее количество времени проводят на открытом воздухе и неминуемо участвуют в дорожном движении. Наибольшему риску они подвергаются в процессе пересечения проезжей части. Чтобы пересечение для ребенка было безопасно, он, конечно, в первую очередь должен знать и соблюдать правила. Но это не единственный фактор, который он должен учитывать, ведь состояние элементов обустройства улиц не всегда находится в удовлетворительном состоянии. Совместные акции дошколят инспекторов ГИБДД проходят на постоянной основе. Но именно надзор глазами детей впервые. Акция разработана сотрудниками Переславской госавтоинспекции специально для ребят из детского сада «Рябинка». В этом учреждении идет очень активная работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Мы очень часто выходим на совместные акции, на совместные мероприятия, рейды. В детском саду у нас создан родительский патруль. Мы регулярно ходим и помогаем сотрудникам ГИБДД контролировать правильность перевозки детей в удерживающих устройствах, правила прохода детей с родителями по пешеходному переходу. Сотрудники госавтоинспекции вместе с детьми обследовали три пешеходных перехода. Они находятся как вблизи сада, так и в других местах притяжения детей. И очень важно, чтобы зебры были в нормативном состоянии. Как показывает практика, за зиму они приходят в негодность, краска стирается, поверхность разрушается. И у администрации округа есть определенный срок для их восстановления. Возможно, после детской проверки дело пойдет быстрее. Считаем, что подобные мероприятия позволят повысить внимательность участников дорожного движения и безопасность на наших дорогах. Безусловно, мы напишем сопровождение письма и копию данного акта мы направим в администрацию для принятия мер по устранению данных недостатков. Также информация будет полезна для их мам и пап, которые вводят своих чад в детский сад. Уважаемая администрация, мы просим вас устранить недостатки. Главное снимать наушники и слезать с велосипеда. В Тутаеве сотрудники госавтоинспекции вместе с ребятами из отряда ЮИД напомнили прохожим о правилах перехода проезжей части. Для многих информация оказалась весьма кстати. Люди порой не заботятся о своей безопасности, пересекая пешеходный переход. Что необходимо соблюдать, чтобы не попасть под машину, рассказали нам участники акции. Когда вы переходите дорогу, слезайте с велосипеда и с другого транспорта. Детский патруль высадился на одной из заживленных улиц Тутаева возле пешеходного перехода. Здесь рядом школы и детские сады, а также дорога, которую часто пересекают подростки и взрослые. При этом далеко не все соблюдают правила дорожного движения. Что нужно делать, когда переходишь дорогу на самокате? Слезать. Слезать. А ты что сделал? Проехал. Зачастую ребята переходят дорогу в наушниках. И хотя закона запрещающего это нет, ни к чему хорошему такое поведение не приведет. Девушка 16 лет переходила дорогу, будучи в наушниках находилась. Уши были закрыты наушниками и писала смс. И переходила дорогу в неустановленном месте, в результате чего произошло дорожно-транспортное происшествие. Девочка выжила, но получила травму. Сотрудники госавтоинспекции напомнили прохожим элементарные правила, которые помогут избежать трагедии. При пересечении дороги не просматривать телефон. Это отвлекает внимание. Капюшон и зонт ограничивают видимость. Эти же истины прописаны в листовках и памятках, которые юные инспекторы движения вручали прохожим. В конце акции ребята вместе с сотрудниками ГИБДД с помощью трафарета нанесли перед переходом надпись, которая будет напоминать пешеходам об одном из главных правил. В одной из школ Рыбинска прошло необычное занятие. Представители местного байк-клуба объяснили старшеклассникам нюансы езды на мотоциклах и рассказали о том, как важно соблюдать меры безопасности при движении на двухколесном транспортном средстве. Во двор одной из школ Рыбинска заезжает представитель местного мотосообщества. Байкеры в свое свободное время навестили учащихся, чтобы ознакомить их с грамотным поведением при езде на мотоцикле. Самое главное, по их словам, это защита, правильная экипировка. Были прецеденты, были падения, было, что в меня таксист езжал, перестраивался, не глядя в зеркала. То есть и следовательно экипировка, и защита мотоцикла спасают от тяжелых последствий. Нестандартное занятие предложили провести мотоциклистам сотрудники госавтоинспекции. Оно направлено на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Задача нашего мероприятия сегодня объяснить детям, что не имея опыта управления транспортным средством, садиться на него очень опасно. И чтобы дети услышали нас лучше, мы для этого приглашаем уже профессиональных представителей из мотосообществ, которые рассказывают о своих случаях, что с ними происходит. С наступлением летнего сезона на дорогах становится все больше мотоциклистов. Инспекторы отмечают, что среди них попадаются несовершеннолетние, которые просто берут мототехнику у своих родителей. Почему-то в этом году стало актуально, что дети, не имеющие права управления, не имеющие навыков вождения, не имеющие защиты и экипировки, выезжают на дороги общего пользования, на тротуары. То есть смотрите за своими детьми, потому что покатушки покатушками, а последствия после этого всегда печальны. Сами ребята понимают, что вождение мотоцикла гораздо опаснее, чем управление автомобилем. Но все же оседлать двухколесного железного коня хочется многим. Я сам хочу сдать на категорию АА, чтобы управлять мотоциклом. Это опасно. Да, но весело. Ребята познакомились с туристическими и дорожными мотоциклами. Отдельного внимания заслуживал полицейский БМВ, который в этот сезон будет патрулировать улицы Рыбинска в поисках нерадивых мотогонщиков. Дорожный патруль 76 продолжает свою работу. О ее результатах вы узнаете через неделю на городском телеканале. Соблюдайте правила дорожного движения. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова